Звание почетный гражданин Махачкалы присвоено Муфтию Республики Дагестан, шейху Ахмаду Хаджи Афанди. С такой инициативой к депутатам горсобрания обратился Салман Дадаев. Градоначальник отметил, что Муфтияд проводит огромную просветительскую работу среди молодежи. Кроме того, при поддержке духовенства в Махачкале строится общественное пространство «Аллея медиков». Депутаты стоя проголосовали за предложение мэра. Учитывая, что в сегодняшнем списке наших кандидатов на звание почетных гражданин города находятся всеми нами уважаемые Муфтии Республики Дагестан, это исторический момент. И просто так вот сидя поднять руку, как мы обычно это делаем, нам просто, наверное, будет неправильно. Мы все мужчины и женщины, мы все его уважаем, это наш Муфти. Он много работы делает во благо Дагестана, очень уважаемый человек в исламском мире. Поэтому я думаю, если мы стоя поднимем руки за него, ну и за оставшихся наших троих, наверное, будет правильно. Как вы считаете? Давайте так сделаем. Следом за Махачкалой звание почетного гражданина, духовному лидеру мусульман республики, присвоил и Каспийск. Церемония награждения состоялась в здании Муфтията региона. Мы на сессии единогласным решением наших депутатов города Каспийска приняли решение. Вам пришлось занять учетного гражданина города Каспийска. Спасибо. Это единогласным решением, все радостно, все отрадовались. В ходе беседы стороны также обсудили инициативу руководства Каспийска о выделении двух земельных участков по строительству мечетей. И по его инициативе и инициативе руководства города Борису Ивановичу было тоже предложено. И они выделили два участка земли под мечеть. У нас в городе чуть мало мечетей, тоже Каспийске. И он один мечет полностью на себя взял и проектную субъективную документацию тоже подготовил. И вторую мечет тоже, они уношли в людей, которые будут два мечети строить в городе, в самых необходимых точках. И решили вам тоже проект показать и приблизительно, чтобы вы тоже видели. Мы, иншаллах, будем надеяться, с каждым днем будет улучшаться ситуация. Сделаем два. Будем обращаться ко Всевишним. И Всевишним нам, иншаллах, ответит. Иссаллах, ответит. Überставит.